Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа-Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Незаконному алкоголю строгое нет. Курорту нужны механизаторы. Депутат решает кадровые вопросы. Уберечься от инсультов помогут врачи. Пресечь оборот нелицензированного алкоголя для курорта – это в первую очередь вопрос безопасности миллионов гостей. В сезон полиции мобильная группа администрации Анапы ежедневно выявляли десятки фактов продажи суррогатного алкоголя. О результатах этой работы говорили сегодня на заседании Совета безопасности. Оборот алкогольной продукции – прибыльный бизнес, особенно на курорте. Желающих торговать спиртным хоть отбавляй. Закон при этом соблюдают единицы. Глава Анапы занял принципиальную позицию – левака не должно быть на полках. К нарушителям со всей строгостью требует Сергеев от своих подчиненных и полиции. Я в магазине прямо рядом с администрацией. Называется «Магнус». Время с полдесятого утра. Пожалуйста, полный набор. И левака, и правака, и с акцизами, и без акциз. Это что такое? Расскажите. Это что, глава должен ходить по этим вопросам? Или вы по кабинетам? Ну-ка давайте сюда выезжайте. В полном составе, полная оперативная группа. Проблема обостряется в курортный сезон. В этом году только с июня по сентябрь проведено свыше двух тысяч рейдовых мероприятий. Сотрудники полиции и 38 мобильных групп, созданных по поручению Сергея Сергеева, ежедневно приходили с проверкой в магазины, где из-под полы торговали спиртным. Общая сумма штрафов, которую придется выплатить тем, кто не гнушается зарабатывать на чужом здоровье, более трех миллионов рублей. Но даже не штрафы пугают нечистых на руку предпринимателей, а изъятие суррогата и пресечение деятельности цехов по его производству. Изъято алкогольной продукцией за 9 пейсов у нас получилось 145 тысяч литров. В прошлом году эта сумма составила 138 тысяч литров. Теневой бизнес – это удар по экономике. Не платят налоги, значит придется платить штрафы. Для их принудительного взыскания в службу судебных приставов направлено 800 постановлений. Нерешенные пока проблемы остаются приезжие коммерсанты. Процентов 30 приезжают из других регионов и осуществляют здесь несанкционированную торговлю. По ним тоже принято решение, но поскольку они находятся в другом регионе, материалы выставлены по месту жительства, будут уже решения приниматься судебными приставами по месту жительства. В борьбе со злостными нарушителями важно взаимодействие всех служб и ведомств. На территории сельских округов заслон преступному бизнесу должны ставить главы. Главы сельских поселений взаимодействуют со своими участковыми полуночными полицией. Насколько я знаю, очень эффективно это можно сказать о Витязеве, о Суко, Триш. Работа служб продолжается и в межсезонье. Рабочая профессия для сельскохозяйственной отрасли. О кадровом обеспечении депутата она поговорили на заседании комитета по вопросам развития сельских территорий и агропромышленного комплекса. Кадровый вопрос на курорте стоит остро. Депутаты-аграрники обеспокоены будущим села. Кто будет выращивать хлеб через несколько лет? Механизаторов осталось практически в возраст от 45-50 и выше. Молодых механизаторов ни одного нет. В последние 20-25 лет в городе курорта Анапы мы не подготовили ни одного человека. Среднепрофессиональным учебным заведением курорта поручено подготовить новые обучающие программы. Руководитель Анапского сельскохозяйственного техникума Иван Чернышев отметил возрастающий интерес молодежи к специальностям сельскохозяйственной направленности. Именно в этом году повысилось качество поступающих. Именно на эту специальность мы впервые в этом году открыли две группы подготовки по специальности агрономии. Средний балл составил 3,7 по специальности агрономии. Для примера был 3,6. По технологии продельных производств и виноделия средний балл аттестата поступающих 4. То есть это достаточно высокий балл. Для сравнения в 2013 году был 3,6. Весной следующего года сельхозтехникум намерен приступить к подготовке востребованных в муниципальном образовании трактористов-машинистов-механизаторов. Депутаты также предложили активнее вести профориентацию среди школьников, пропагандировать рабочие профессии, востребованные на курорте, приучать детей к труду в семье и в школе. Мы должны давать этот поток знаний о рабочих профессиях. Надо как-то донести правильно до родителей, до детей именно значимость этих профессий, чтобы они понимали, что столярное дело, оно выгодно в жизни. Управлению образования рекомендовали вернуться к созданию в школах элективных курсов, кружковой деятельности для предпрофессиональной подготовки, разработать в этих целях структуру сетевого взаимодействия с предприятиями и со средними профессиональными образовательными учреждениями. Еще один важный вопрос повестки – подготовка анапских районных электрических сетей к эксплуатации в осенне-зимний период. Энергетики заверили о стопроцентной готовности и сетей, и аварийных бригад. Тем не менее, депутаты поручили анапскому участку районных распределительных сетей совместно с администрацией курорта разработать план мероприятия по улучшению качества энергоснабжения. В зимний период снабжение электроэнергии сельских населенных пунктов должно быть стабильным. 29 октября во всем мире отмечают День борьбы с инсультами. 2015 год в России объявлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В рамках профилактической акции в Анапе выездная бригада врачей проверяла состояние здоровья посетителей крупного торгового центра. Трудоспособная часть населения редко посещает поликлиники и больницы. Все силы и время направлены на работу. В этом случае специалисты Центра медицинской профилактики курорта с готовностью проводят выездные приемы. Сотрудники и посетители торгового центра «Алиса» в акции принимали участие с удовольствием и рвением. До профилактики, чтобы знать, что необходимо делать в будущем. Я работаю в этом торговом центре, и команда медиков, которые приезжают сюда, всегда очень внимательна. Стрессы, спазмы сосудов, неправильное питание и лечение, высокоартериальное давление, высокий уровень холестерина в крови – все это прямая дорога к инфарктам и инсультам. Как может проявиться инсульт? Неожиданно человек может почувствовать слабость головокружения, шаткость походки. То есть он теряет как бы равновесие, его начинает качать. Зачастую люди не связывают это с развившимся состоянием, заболеванием. Если ничего не сделать на этих этапах, дальше процесс прогрессирует. Может возникнуть помутнение в глазах, мурашки, там ушки перед глазами, а не менее части половины лица, вязкость речи, то есть затруднение речи, затруднение глотания, слабость руки или ноги. В более сложных случаях полностью происходит паралич руки и ноги. Человек не может пошевелиться, не может двинуть своими конечностями. При таких симптомах нужен покой. Обязательно нужно прилечь, выпить пол таблетки аспирина и незамедлительно вызвать врача. Но профилактика всегда лучше лечения. Врачи измеряли артериальное давление, проверяли состояние сердечно-сосудистой системы на кардиовизоре. За два часа экспресс-обследование прошли 57 человек. В рамках акции «Выездной прием» специалисты Центра медпрофилактики проведут в пятницу с 11 до 13 часов в торговом центре Красная площадь. С днем рождения интернет. Первая передача данных между двумя компьютерами произошла 29 октября 1969 года в 21.00. Сеть состояла из двух терминалов. Первый из которых находился в Калифорнийском университете, а второй на расстоянии 600 метров от него в Стэнфордском университете. Тестовое задание заключалось в том, что первый оператор вводил слово «Лог», а второй должен был подтвердить, что он видит его у себя на экране. Первый эксперимент оказался неудачным. Отобразились только буквы «Л» и «О». Через час эксперимент был повторен, и все прошло успешно. Компьютерная сеть была названа «Арпанет». Сегодня сложно представить работу, ученые процессы и обычную жизнь без всемирной паутины. Я отношусь к интернету хорошо. Интернет для того, чтобы общаться с знакомыми, с людьми. Как бы, не знаю, еще очень может быть интернет. Ну и, наверное, как-то, наверное, зарабатывают туда. Мне кажется, что люди стали зависимы уже от него очень сильно. То есть сейчас как не идешь, все время человек с телефоном стоит. Ну, просто идет с телефоном, переписывается, общается. Мне кажется, это все можно было сделать вживую. Мне кажется, что интернет должен как-то дополнять. То есть жизнь, ну, в учебе, чтобы помогало. Общаться, сейчас и интернет. По интернету все для общения, новости. Все как без интернета, как без телефона. Конечно, хочется, хоть и возраст уже 60 лет, хочется быть в интернете, общаться. У меня сын живет в Брянске, так что я постоянно с ним общаюсь по скатке и с одноклассниками. Очень скоро мы будем отмечать День сотрудников органов внутренних дел. Личный состав МВД даже свой профессиональный праздник отмечает обычно на посту, надежно охраняя спокойную жизнь анапчан. Мы привыкли видеть их в форме и при погонах. А какие они за пределами службы? Мы решили посмотреть на этих специалистов в погонах, как на обычных людей. Старший лейтенант Виктор Крупский дома превращается в любимого папу. После нелегкой службы лучшее средство для отдыха – поиграть с маленьким Мишей, младшим сыном. Лето, весна, осень, время напряженное. Постоянная работа, работа, работа. Редкие дни, когда выходные. Ну, всегда семью проводим. А так в основном работаем. Уходим рано, приходим поздно. Работа у линейного отдела масштабная. Обеспечивает безопасность на серьезных объектах – аэропорт, морской порт и железнодорожный вокзал. Вся хозяйственная деятельность отдела на плечах Виктора Владимировича. Автотранспортом обеспечить, контракты заключить. Постоянно общаешься с приезжающими людьми, кто на отдых, кто в гости. Очень большой поток людей через нас проходит. С таким рабочим графиком только понимание и поддержка – залог хороших отношений в семье. Супруга Елена всю жизнь работает в строительной отрасли. Поэтому строить, в том числе и семейные отношения, умеет на отлично. Уют создает своими руками. Оба сибиряки – Виктор из Ачинска, Елена родом из Омска. Познакомились в радиотехническом кружке. И вот уже 25 лет вместе. Дочь и сын на ноги подняли. Дочка работает в Рязани, но звонит каждый день. Папа очень хороший человек. Я его уважаю. Родители очень хорошего воспитания. Конечно, постоянно проводят время дома свободное. Все свободное время дома. Или куда-то выезжаем отдыхать. Очень много времени выделяет младшему брату. Воспитывает. Я вот тоже с детства помню, как он меня точно так же воспитывал. Евгений мечтал пойти по отцовским стопам. Даже фуражку примерял. И не раз. И не только папину, если честно. Потому что очень много общались и с сослуживцами его. То есть это была любимая игрушка. Тогда я понял с детства, что мне форма идет. Но решили, что в семье одного мужчины в погонах достаточно. Евгений – будущий нефтяник. Правда, сначала он решил родине долг отдать и испробовать на вкус армейской каши. Виктор Владимирович во всем детей поддерживает. А они берут с него пример трудолюбия и ответственности. Все-таки 25 лет службы – это уже серьезно. Виктор Владимирович вспоминает, как начинал работать инспектором-кинологом отделения уголовного розыска. Тогда времена были такие. Больше, как говорится, по зову сердца. Хотелось защищать порядок, наводить порядок. И быть полезным людям. Сеть агоды службы переносится легко, когда есть уверенность, что дома любят, ждут. И дома крепкий тыл. Анапские спортсмены вновь на высоте. С 22 по 25 октября в Геленджике на открытом первенстве курорта по боксу среди юношей, посвященном памяти историка кубанского казачества Щербины, воспитанники ДЮСШа номер один заняли 8 первых мест, 5 вторых и 2 третьих. В это же время в Новосибирске прошел чемпионат России подзюдо среди слабовидящих спортсменов. Анапчанин Анатолий Шевченко занял первое место Юрий Далакян второе. А в Белореченске на краевых соревнованиях по вольной борьбе среди юношей и девушек 1998-1999 годов рождения Анапу представили воспитанники ДЮСШа номер 4, занявшие второе место. На первенстве Краснодарского края по универсальному бою, которое прошло в селе Суко во Всероссийском детском центре смена, воспитанники ДЮСШа номер 6 заняли 3 первых места, 4 вторых и 2 третьих. В командном зачете они вошли в десятку лучших. А завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 30 октября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 5-10 градусов. Ночью до 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный 10 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров притутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные и качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281.